Продолжаем разговор. И пишет нам Настя. Здравствуйте. Была похожая тема насчёт тёщи. Но я бы хотела узнать насчёт своей крови. Как найти общий язык и вообще ужиться с этим человеком. И вообще, молодой человек против того, чтобы уезжать от своей мамы, приходится с ней жить. Не можем поделить кухню. Да и она частенько говорит, что я что-то не так делаю. Ну, старая истина. Любишь родных, уезжай от них. Вот. Поэтому две женщины всегда соперницы. Даже мать с дочкой. А уж свекровь соснаходит. А уж точно соперницы. Ну, я не знаю, мужчине нравится вот это между двух огней. Ну, может, его это прикалывает. Может быть, забавно. Пока две больших державы бьются, маленькая может существовать. Это вот ещё один фильм. Называется «Стакан воды». Чудный. Конечно, прекрасный. Вот там Европа может и подождать. Там красивые фразы вообще. Так вот, как раз на этот счёт, да, может быть, нравится. А к тому же, если мужчина не хочет принимать решение сам, как мужчина, то удобнее, когда две мамки. Вот. И когда и вот это, и вот это имеешь. Ну, я не знаю. Все же разные. Ну, вообще, меня когда спрашивают, вот я редко даю советы, спрашивают, уезжать или не уезжать. Вообще-то, если вы хотите осознать себя как мужчину, то желательно как-то от мамы съехать. Очень желательно. И понять, кто ты. Более того, тогда мужчина, который живёт с мамой, он не понимает, что такое его победы. Потому что все остальные победы – это либо победы жены, либо победы мамы. И его побед там нулевой отсек вообще. И пока он не осознает себя как мужчину, как хозяина своей территории и своего мира. И я говорил, что мужчине первая и главная задача – стать богом и научиться создавать свой мир. А это не его мир. Это мир его мамы, в который вошла вот ещё одна женщина. И, ну, жить там, да, наверное, ему комфортно, когда его двое кормят, двое обстирывают, двое заботятся. Наверное, ему комфортно. Когда это ему не надо принимать решения. А когда потом все решения будут не его, и дети будут любить не его, и он в глазах детей не будет папой, ну, как-то, наверное, это опасно. Ну, если человек не ходит, ну, потому что сейчас многие создают семьи не для того, чтобы создавать что-то, а семьи создают для того, чтобы потреблять. А для потребления, да, так удобнее. Для потребления удобнее, для созидания – нет, неудобно. Вот это чужая территория. На чужой территории ты редко будешь чувствовать себя победителем. Ну, мне кажется, так. А так, как научиться взаимодействовать, да, о-о-о, не знаю как. Это просто мать-то с дочкой общий язык найти не могут, а с чужой женщиной. Некоторые, наоборот, очень легко уживаются. Вдвоем на него садятся и аккуратно рулят. То есть прям и... Куда надо. Куда надо, да. Мне в таких случаях мужика жалко было сначала, а потом посмотрел, когда мужчины сейчас... Очень многие мужчины расхотели взрослеть. Просто расхотели. Ну, взрослеть я веду, эмоционально созревать. Ребенкам быть легче иногда. И прям так, оп, и к маме под юбку. И я тут ни при чем, и мне так хорошо, и очень удобно. Ну, удобно, пожалуйста. А когда ты сам созреваешь, и это твой дом, твоя жизнь, твои успехи, твои победы. Комфорт есть, а побед нет. И поэтому, когда я говорю, что мужику без собственных побед жить тяжело, пока ему не тяжело, значит, нормально. И фиг вы его выдернете. Для него комфорт, значит, важнее его собственных побед. Вот и все. Ну, что я могу поделать тут? Ему так больше нравится. И он не собирается уезжать от мамы. Сейчас очень много мужчин, к сожалению, воспитанных в однополых семьях. Он называется мама и бабушка. Вот. Думаю, про что это. Более того, половина из этих однополых семей обижены на мужской род. И они воспитывают таких мужчин, которые не хотят создавать семью. Ну, не хотят. Они женятся, потому что, опять же, мама и бабушка сказали, что нужны дети. И, ну, нате вам. И все. А не хочет. У меня как-то супруга тоже. Говорит, а мы своего. А потом, ой, да. Потому что, если учесть, что наш младшенький в 14 лет уже уехал из дома и там в одного воспитывается отдельно, в училище сам живет в соседнем городе, и я считаю, что мужчине надо становиться мужчиной и хотя бы научиться осознавать, кто я, что я. Это вот я никогда не даю совета, кроме одного случая, да, когда жена и любовница узнали друг о друге, и мужчина завис вот в этом любовном треугольнике, куда уходить, к жене или к любовнице. Я говорю, вот тут я обязательно даю совет. Сними в одного квартиру или какую-нибудь жилплощадь, хотя бы комнату, и хотя бы месяц или два проживи в одного. Найди себя для себя. А потом посмотри, кому из них что от тебя надо. Вот и кому ты хочешь давать, и кому ты должен, кому... Вот разобраться в себе мужчине вообще положено пожить одному где-то. Ну, а когда так, не знаю. Как найти общий язык... О, это вообще никак, я не знаю. Просто не знаю. Как найти общий язык двум женщинам? Нереально. Нереально. Не знаю. Правда не знаю. Я вот с одной женщиной живу, и тяжело найти общий язык. Очень тяжело. Не каждый день нахожу. Иногда. Иногда. Но это же счастье. Когда шел, и прям до трех часов ночи просто проговорить на какую-нибудь тему. Это же карта. Ладно, поехали к следующему вопросу. Это шел, да. Алексей, а почему психология не помогает все-таки? У тебя богатый опыт всех этих самоотношений. Почему с женой не находишь все-таки общий язык? Потому что она женщина. Ты же психолог. Ну, я-то пытаюсь, и что? Потому что, как говорит, банальная старая фраза. Мужчина-психолог. Это уже не мужчина, женщина-психолог. Это не психолог. Потому что мужчина, если меняет мышление, он становится другим мужчиной. Если я узнал психологию, все, я уже не могу, как она говорит, был бы у меня нормальный мужик, простой, обыкновенный, не психолог. Я говорю, очень жаль. Мне надо было с психологом семью затевать. А вот, а женщина, приходя домой, она забывает всю психологию. Нафиг ей нужна? Она говорит, хватит мне со своими семинарами. Я помню, как-то она мне один раз сказала, ой, не надо мне свою психологию. Вот я тут про жизнь. Я взял ее, спросил и сказал, спроси мне, пожалуйста, где начинается жизнь, а где кончается психология. Через два дня она сказала, что я прав. Вот. Ну, а как, я не знаю. И она вот сейчас говорит, почему ты опять оказался прав, как всегда. Только она соглашается на второй, на третий день. И что? Ну, два-то дня она со мной не согласна. Ну, нормально, она проверяет, как нормальная женщина. Она тестирует мою программу, она ее проверяет, она там, как вы думаете, а не так, как вы. Вот. Сейчас проверю, потом посмотрим. А потом, ну, да, ты прав оказался. Как всегда. Почему так? Ты виноват в том, что ты прав. Вот. Еще лучше. Вот и пойми женскую логику. Как женщины. Я говорю, что я в нем примирила с женщинами одно. Я понял, что я, как мужчина, я еще как-то могу от женщин отдохнуть. Мы можем, мужики, от женщин отдохнуть. А женщин-то от себя нет. Она, если сама с собой наладит, общий язык хотя бы найдет. Это уже все. Это, по-моему, у кого-то было. По-моему, у Сергея Николаевича Лазарева как раз была такая фраза. Если бы все женщины на Земле на одну минуту осознали свою ответственность, Земля стала бы раем. На одну минуту все женщины на Земле. Но это нереально. Это как-то Земля раз и прям рай. Раз, два, ага. Сейчас. Такого нереально. Ну, живем как умеем. То есть не может быть на всем земном шаре идеально хорошая погода. Причем всегда. Ну, ладно.